Любимые слушатели, я хочу извиняться перед вами за такие незрешности. Радиообращение к фанатам, еле стоя на ногах. Поклонники били тревогу и переживали за состояние любимого артиста, ведь у него на лице читалась тотальная усталость. Почти два месяца журналисты и фанаты, чьи билеты на концерты так и остались неиспользованными, мучились в догадках. Что же с Олегом Винником? Насколько серьезен его недуг и правда ли, что музыкант может потерять голос? Дабы развеять все слухи и самые страшные варианты развития событий, Олег Винник сам решил рассказать правду. Вернее, у него выпытала пронырливая журналистка Катерина Асачча. А что рассказал певец, смотрите далее в нашем видео. Подписывайтесь на канал «Одна минута» и смотрите видео о том, как Максим Галкин и Алла Пугачева прожили в браке 10 лет и в чем их секрет семейного счастья. Поехали! Олег Винник часто делится со своими поклонниками не только приятными воспоминаниями, но и личными трагедиями. Певец недавно рассказал о смерти близкого человека из-за онкологического заболевания. Но, как оказалось, у исполнителя тоже есть серьезные проблемы со здоровьем. Артист был вынужден перенести свои концерты, запланированные на октябрь и ноябрь в разных городах Украины. Следом отменились еще три концерта в нескольких городах. Правда, по словам Винника, их пришлось перенести из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом Винник сообщил своим поклонникам в Инстаграм. Журналисты поговорят, что проблемы у Олега Винника могут быть с голосовыми связками и далеко не от перенапряжения, а от пагубных привычек, сказано в расследовании ютуб-канала Лайф. Говорят, что Олег Анатольевич бегает покурить в перерывах между репетициями, после выступлений, на балконах, дома, на улице, везде и всегда. Врач-методист Киевского городского центра здоровья Отто Стойко говорит, что певцу такая пагубная привычка, грозит потерей голоса. Специалист по вокалу говорит, что на состояние голосовых связок артиста влияет в том числе и плотный график, и ненормированный рабочий день. Ведь с введением карантинных ограничений, когда на концерт допускается половина зала, звезды вынуждены давать по два выступления в день, чтобы хоть как-то вернуться к предыдущему уровню заработка. Тем не менее, в декабре Олег Анатольевич все же вернулся в работу. Он стал звездным детективом второго сезона шоу «Маска» на телеканале «Украина», а также принял участие в некоторых предновогодних концертах. Екатерина Асачия расспросила у музыканта, как он чувствует себя сейчас, и правда ли, что король волчиц может потерять голос. Олег Винник не стал скрывать своего диагноза и подтвердил догадки независимых докторов. Также Олег заявил, что на его иммунную систему очень сильно повлиял перенесенный коронавирус. Он стал быстрее утомляться, а еще заметил за собой явные признаки хронической усталости. У меня был участок после этой втомы, после хворобы, 6-7 дней, я спал по 18 дня. Кумир миллионов признается, очень хочет вернуться в нормальный рабочий график и дать концерты в тех городах, жители которых были вынуждены отложить свои билеты. А как вы считаете, опасно ли для артиста хотя бы временно потерять голос? Пишите свои слова поддержки Олегу Анатольевичу Виннику в комментариях, а также смотрите наше видео о том, когда и почему умерла мама украинского артиста Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка. Не забудьте подписаться на Одну минуту.